Уникальную операцию на сердце провели кардиохирургия в Астане. Их пациент – 74-летний житель Восточно-Казахстанской области. По словам специалистов, стоимость такой операции в среднем может составлять около 20 миллионов тенге. Но тяжелобольному пациенту ее сделали бесплатно. В мире подобных операций было проведено всего семь. Наши кардиохирурги стали восьмыми. Эксклюзивные кадры их уникальной работы смотрите в следующем материале. Если бы мы были недовольны, меня бы уже накопали. Юрий Дударев уже шутит и потихоньку идет на поправку. 2 января ему исполнилось 74 года. Пожилой мужчина страдал сердечной недостаточностью и поступил в клинику в крайне тяжелом состоянии. Тогда врачи решились на проведение транскатетерной имплантации ауртального клапана и мини-инвазивного аутокоронарного шунтирования. Именно так, говоря медицинским языком, звучит этот вид гибридной операции на сердце. Этому пациенту была противопоказана операция открытая. И он уже достаточно долго ходил с этой болезнью. Но в нашей клинике смогли сделать, именно совместить эти две процедуры. Это первый раз в мире их тоже не так большое количество делается. Пока по литературным данным там считаны единицы. Если верить, наверное, мы восьмые где-то были. Мини-инвазивные операции считаются дорогостоящими. В Минздраве взяли на себя часть расходов и выделили свыше 6 миллионов тенге на эту операцию. Остальную сумму оплатили в президентской поликлинике. Средняя стоимость такой операции около 20 миллионов тенге. Окончательная цена зависит от внедряемого имплантанта. После пациентам, как правило, предстоит длительная процедура восстановления и прием дорогостоящих препаратов. Это эксклюзивная видеооперация. Настоящее пособие для будущего отечественной кардиохирургии. На первом этапе пациенту внедрят искусственный клапан, а на втором проведут коронарное шунтирование. В среднем такая операция длится более 2,5 часов. Юрия Дударева оперировали 4. Это объясняется тяжестью состояния пациента. До операции у него возникли осложнения. Больного решили оставить в стационаре. И как только нормализовались его показатели, ему провели две инвазивные мини-операции одномоментно. Так как он крайне тяжелый, то есть большую массивную операцию он бы не перенес. Соответственно, имплантация клапана – это функционный доступ, то есть через бедренную артерию. А мамарокоронарное шунтирование – это разрез, максимально достигающий длиной 7 сантиметров. Пока в нашей стране есть не весь спектр протезов. Кардиохирурги надеются, что уже в ближайшем будущем смогут проводить еще больше таких операций. Тем временем врачи продолжают наблюдать Юрия Дударева. Он проведет в стационаре еще несколько недель. Семья чувствую неплохо, можно сказать. Операцию перенес с большим трудом, потому что слишком тело ослабло, исхудало. С большим трудом находили место, где его клуб оставил. Ну все, пока благополучие. Во всем мире, как и в нашей стране, довольно высока потребность в подобных операциях. Специалисты это связывают с тем, что стареет население, и все больше пожилых людей нуждаются в мини-инвазивных вмешательствах. Они могут позволить избежать риски осложнений и продлить жизнь пациентов.